Сегодня наша собеседница, исполнительный директор ассоциации по связям с общественностью Юлия Грязнова. Юлия, расскажите, пожалуйста, первое впечатление. Прослушали вы некоторые проекты? Как вам вообще уровень, ребят? Все достаточно ровно. Есть проекты очень слабые, есть проекты более сильные. Для меня профессионального откровения, скажем так, не было ни в одном. Вы не считаете, не связываете это с кризисом? Наверное, а в одном только что ли? Да, а в одном? Как ни странно, это был проект про поэзию. Поделитесь, как это влияет, как это помогает бизнесу продвигать? Это проект по продвижению территории. Это был проект номинации продвижения территории. Ростов как место, где можно обсуждать и делать современную поэзию. И вас это зацепило? Ну, он просто был сделан на высоком, глобальном. Это был не региональный проект, понимаете? Это был не местечковый проект, это был проект, который сделан в Ростове, но по масштабу он вполне попадал под любой европейский проект, который мы так любим потом смотреть и говорить «ахахах». У нас европейский проект. Подходило под те стандарты, которые сейчас разрабатывают в профессии? Да. Да. Вот как раз расскажите нашим зрителям о стандартах. Хотят подвести, не хотят, а уже в принципе подводят профессию связи с общественностью под стандарты. Какие это стандарты, для чего они нужны? Ну, любая профессия все-таки связи с общественностью в нашей стране становится условно с 90-х годов. Это значит, что лет 25-30 мы с вами имеем становление профессии. Вполне себе сложившаяся отрасль связи с общественностью сегодня нет ни одного предприятия, ни одной хотя бы среднего размера конторы, организации или корпорации, которая бы не имела собственного, если не пиарщика выделенного, то человека, который бы функции коммуникации выполнял. Пусть у него есть другая какая-то должность. Все понимают, что коммуникации это неизбежность для бизнеса, неизбежность для госструктур. В любой госструктуре на сегодня есть обязательно такая функция. Поэтому это большое очень количество людей. Если вы теперь умножите все количество организаций, существующих в нашей стране, хотя бы по одному пиарщику, а где-то их отделы, подразделения, еще у нас есть агентства на аутсорсинге. Это огромная армия людей, поэтому в общем отрасль вполне себе сложилась, и поэтому нужно как-то ее приводить к некоторому общему знаменателю. Для чего? Не для того, чтобы усреднять людей. Задачи такой не стоит. Но профессиональный стандарт помогает делать что? Ну, первое и самое главное, наверное, это связать профессию с образованием. Сегодня не только в связи с общественностью, но и во многих других сферах существует грандиозный разрыв, и вы знаете, между практикой. Ну да, это когда приходишь на работу, тебе говорят, забудь, и все очень мучительно. Это все понятно, потому что те, кто дают образование, они понятия не имеют, что требуется там. Можно долго, так сказать, дискутировать, приходить к работодателю, работодатель говорит, нет, вот это не то, вот это не так. Но это какой-то частный работодатель. И ничего, в общем, практически какого-то прорыва не происходит. Чтобы это было систематически, это отрасль или профессия должна сказать. Наш стандарт такой-то. Каждый человек, что такой стандарт. Это значит, что вы определяете, что должен уметь делать человек, который приходит в эту отрасль. Вы можете строить стандарт еще потом по ступенькам. Что делает рядовой сотрудник, что делает middle management, что делает top management, что он должен знать и уметь. Но хотя бы рядовой сотрудник, его минимум, что он должен уметь. Потом вы это то, что он должен уметь, переводите в компетенции, а что он должен знать для этого. И эти компетенции вы отдаете уже образовательным учреждениям. Они на это смотрят, им понятно, что такое компетенция. Они говорят, да, все, мы поняли. Мы должны поставить вот эти функции. Если мы их все поставим, будет нормально. Профессиональное сообщество говорит, ну да, мы хотим, чтобы наш специалист, который к нам приходил, знал. И там раз, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать, двадцать. Образование дело сложное. Сколько образования сможет забрать, что-то потом возьмет дополнительное образование. Сколько-то компетенций, которые образование поставит. Как оно это будет делать? Какого рода курса? Это уже его проблемы. Образовательные, дидактические, педагогические. Они профессионалы. Пусть они это решают. То есть мы готовы в этом помогать, но это их профессионально, это их конек. Как поставить компетенции? Профессиональное сообщество предоставляет эти компетенции. Потом профессиональные стандарты очень важны для того, чтобы человек мог построить себе профессиональную траекторию. Вот вы работаете, да, вот вы журналист. Ну, в общем, вы себе так примерно все же строите, да, вот сейчас вы работаете на этой телестудии. Потом вы хотите поработать на другой телестудии, например, в Санкт-Петербурге. Потом вы хотите поработать, например, в Голландии, да. А потом вы хотите вернуться в Рюпинск и создать там телеканал европейского уровня. Ну, собственно, почему нет, да? Но вы понимаете, что вам нужно сделать, и вы знаете, что сейчас вы умеете это. А вам, чтобы переехать, не знаю, там, в Санкт-Петербург на ВГТРК, в Санкт-Петербург, вы должны уметь еще что-то. Вы идете этому учиться. А где журналисты могут познакомиться с этими-то требованиями? Значит, эти требования уже висят на сайте Российской Ассоциации по связям с общественностью. Они сейчас дорабатываются, стандарт практически готовый. Сейчас, собственно говоря, идет фаза его уже даже не обсуждения, мы его обсудили практически. Вот сейчас, собственно говоря, мы пользуемся тем, что есть Серебряный лучник, этот конкурс, национальная премия в сфере связи с общественностью. И мы сейчас его, скажем, по регионам. По регионам. Потому что в ядре профессионального сообщества мы его обсудили, утвердили, в общем, все согласились примерно. Поэтому на сайте ассоциации, и я думаю, что дальше, точно так же, через региональное отделение РОСО, через другие ассоциации, то есть его можно будет увидеть не только на РОСО, но и на других коммуникационных ассоциациях. Ну вот вы как раз сказали об целой армии специалистов по связи с общественностью. Кризис, вроде как, считается, что идет, и многие компании сокращают, в первую очередь, как раз специалистов в области связи с общественностью. По вашему мнению, насколько это мудрое решение в современных условиях? Ну, вы знаете, во-первых, у меня нет ощущения, что сейчас сокращают специалистов по связи с общественностью. Возможно, всероссийская тенденция несколько отличается от нашей ростовской, но у нас в Ростове вот так происходит. Это не хорошо, с точки зрения, потому что я вот недавно это обсуждала как раз с людьми, очень много, например, высвобождается журналистов. Да, ну, в общем, для меня это и понятно, потому что, если учишь нас с вами, развиваются социальные коммуникации, то, в общем, от журналистов все меньше и меньше, ну, не то что пользы, а их нужно просто все меньше и меньше. СМИ перестают занимать такое большое место в нашей жизни, потому что у вас появляются дополнительные каналы коммуникации, с которыми, собственно говоря, работают специалисты по связям с общественностью. Поэтому пока у меня нет ощущения, что просто специалистов по связям с общественностью, рекламщиков и маркетологов, ну, прям, увольняют массово. Есть увольнение, есть сокращение, это понятно, потому что у компаний сокращается бюджет, но пока все-таки компании предпочитают там где-то снижать зарплаты. Ну, это объективность, видимо, еще, по крайней мере, полгода, то есть мы все понимаем, что, ну, на полгода нам рассчитывать почти не на что, наверное, потом, может быть, все, ну, это бизнес просто переструктурируется и как-то просто поменяет свою структуру. Нет, конечно, это не дальновидное решение, потом все равно придется их нанимать. И можно потом не нанять того, кто у тебя был, тот, кто к тебе привык, к кому привык ты, кто хорошо знает твой бизнес, кто был к тебе лоялен, тебе придется нанимать нового человека и все заново. Поэтому лучше найти какой-то другой, в общем, способ, потому что мы все понимаем, значит, не первый кризис, правильно, мы понимаем, чем все это закончится. Бизнес переструктурируется, даже если сильно не улучшится экономическая обстановка, бизнес переструктурируется. Если у него сейчас никто ничего не покупает, то без рекламы или без пиар он вообще ничего не продаст. Ну, вот, замечательно как раз, что вы это сказали. Он просто ничего не продаст, поэтому, ну, на месяц можно сказать, что давайте мы уволим, нам сейчас не нужна реклама. Ну, хорошо, два месяца вы обойдетесь без связи с общественностью, три месяца, полгода обойдетесь, через полгода вы начнете нанимать этих людей. При меньших зарплатах, например, с меньшим объемом, но вы все равно будете их нанимать. Хоть уж вы денетесь, в нынешнем мире невозможно иметь бизнес без внешних коммуникаций. Вот мы сейчас сидим, буквально вот за этой стеной проходит премия «Серебряный лучник», выступили последние представители. Насколько подобные премии помогают развить отрасль, вот именно связи с общественностью? Да, конечно, эти премии помогают развить отрасль, потому что они выявляют лучших для начала, и вы понимаете, на кого нужно ориентироваться. Те, кто приходят на эти презентации, или те, кто потом выпускаются книжки лучших проектов каждые два года, потому что за два года нам набирается как раз на толстый такой том, вы можете ознакомиться, вы можете понять, что такое стандарт. То есть стандарт — это не только то, что прописано, что вы знаете, но каков на сегодня стандарт пиар-проектов по разным отраслям, по разным направлениям. В бизнесе, в продвижении территорий, в социальных коммуникациях, в здравоохранении, в глобальных коммуникациях, в международных коммуникациях. И вы видите, какие проекты, в принципе, экспертным сообществом, профессиональным, считаются лучшими. Вы можете на них ориентироваться, вы видите, что люди нашли, какие у них находки. Потому что каждый год проекты побеждают те, которые что-то привнесли новое в отрасль. Они становятся победителями. Поэтому это очень важно. Выявлять победителя каждый год, потому что победитель — это наш передний фронт. Все на него смотрят и начинают к нему подтягиваться. А в следующий год — следующий шаг. И таким образом отрасль движется. Ну что ж, я надеюсь, наши телезрители познакомятся с этими проектами, с лучшими. Мы побывали на премии «Серебряный лучник». И нашей собеседницей сегодня была исполнительный директор Российской ассоциации по святым сообщественности Юлия Грязнова. Юля, спасибо большое, что были с нами. Ну а вам до скорых встреч. До свидания.